Ну а теперь давайте рассмотрим DHCP версии 6 с отслеживанием состояния Stateful. Что нам тут нужно будет сделать? Настроить маршрутизатор. Тут мы зададим только флаг, что мы все выдаем с помощью специального сервиса, а не с помощью Slack. И дальше мы должны сабнет заполнить, добавить в него главное адрес range, то есть какие мы адреса выдаем. Ну и name server и domain search мы добавим внутрь сабнета, чтобы показать, что мы можем его с помощью этого конфигурить. Значит и дальше мы проверим работоспособность. Ну все точно так же. Так давайте мы конфигурим. Добавим флаг этот. Коммит. Сейф. И добавим наш новый, новую запись для разделяемой сети. По вашему имени опять. for helpful и for service к network cp и 26 сервер шарик нетворкны по имя стоит у нас и теперь добавляем subnet set subnet c1 154 не 1, а 0 значит edit subnet и добавляем в нее domain search name server name set name server выполняет вот опечатка name server значит так 2001 1 и domain search domain search и добавляем адрес range адрес range арт 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 mp commit и save ну давайте мы конфигурацию ну давайте мы конфигурацию run to configuration так так вот у нас state full вот у нас subnet пошел адрес range time and search name server ну вот пожалуй и все все давайте посмотрим run to dhcp v6 server кризис да вот ничего он не не выдал пока а теперь мы подключим наш компьютер который будет получать под dhcp адрес и консоль так и в конфиг ну вот видите что у нас только link layer ip версии 6 он не получил ничего и cut run resolve conf пустой ну и давайте мы теперь dhcp dhc client минус 6 ip версии 6 минус v подробная информация ethernet 0 ах мы забыли как этот захват мы закроем закроем остался берем тут а тут захват поставим а вот он ну и теперь dhcp собственно запросим вот у нас все эти пакеты расписаны и вот они все эти пакеты есть а 7 и вот dhcp последний пакет значит вот что мы получили днс днс сервер получили домейн сетч и сутки получили поиск значит это идентификатор сервера и идентификатор клиента посмотрим какая у нас конфигурация и в конфиг вот ethernet 0 вот вот мы получили глобальный адрес root минус n минус a net 6 вот мы получили пропингуем и cut etc resolve conf вот мы получили name сервер и суффикс для поиска ну пожалуй то что мы хотели мы получили да вот все это есть информацию которую нужно мы от сервера получили то есть мы получили от сервера адрес мы должны его посмотреть на сервере давайте посмотрим вот он появился на сервере пул на который мы его распространили значит когда выдано когда исчезает то есть вот насколько а он ненадолго у нас выделился на 2 часа копейками то есть достаточно краткоживущий адрес адрес выделяется адрес и он у нас как мы видим вот у нас этот адрес есть ну вот это другой способ раздачи раздачи адресов на мой взгляд слег адрес если нам не нужно знание этого адрес это управление им более быстрый и простой способ с помощью дтп можно выдавать разные дополнительные опции но вы знаете что дтп очень много опций которые мы можем задавать и потом выдавать клиенту причем как вы помните у нас есть часть опций опции у нас нумеруются в виде целых чисел но часть опции у нас имеют свои названия поэтому мы при задании их на сервере относим их к названию но часть опции у нас мог быть нестандартные и своих названий не имеющие тогда мы их задаем по номеру по идентификатору причем если и клиент не знает поделать именно с этим идентификатором мы можем на клиенте прописать некий скрипт или некую команду которая показывает что с этой опцией делать ну вот в принципе и все то есть вот вариант если в ip версии 4 у нас был только один вариант до dhcp то тут у нас уже количество вариантов увеличивается ну вот пожалуй все а в м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok